всем привет многие из вас просили меня записать видео о той местности в которой я нахожусь это канада но это не та канада о которой вы скорее всего наслышаны с других роликов youtube или сами испытали такие крупные мегаполисы как торонто ванкувер монреаль это одна жизнь а я покажу вам жизнь с небольшого городка где преимущественно живут канадцы и вот как они живут если интересно и интересно вообще что я думаю об иммиграции в канаде решать ли она ваши проблемы такова ли это такая вот райская жизнь здесь или нет давайте посмотрим я одеваю солнцезащитные очки потому что сегодня очень солнечно и лучше с очками чем с прижмуренными глазами и сразу хочу развенчать миф о том что канада холодная страна так вот канада это огромная страна и говорить о ней всей как о холодной стране было бы неверно да если мы говорим о севере ясное дело холодно вот сейчас октябрь я уверена что уже в альберте там скоро снег будет выпадать но где я нахожусь это самый самый юг канады и здесь климат крайне схож на то место откуда я родом украина тоже те же сезоны тоже жара больше 30 градусов летом сейчас у нас начало октября я скажу так даже пальто мне жарковато сейчас где-то плюс 15 очень очень классная погода мне нравится конечно такая погода держится там буквально до ноября затем начинаются дожди и всем нам известный снег там в декабре в январе ну по крайней мере был сейчас глобальное потепление затронула и канаду поэтому здесь я помню том году на рождество снега не было к примеру поэтому говорить о том что вот в канаде холодно я бы не стала однако фишка в том что я как и говорила нахожусь на самом юге прям вот граница с детроидом у меня детроид 15 минут и я уже там если мы говорим о торонто это уже немножечко чуть севернее и там конечно уже будет похолоднее если мы говорим о монреале квебеке там намного холоднее сейчас я думаю там уже меньше плюс 10 и уже в ноябре в декабре точно будет снег поэтому готовьтесь если вы хотите переехать смотрите на климат я знаю что ванкувере например более дождливый климат но эти все данные есть в интернете вот мой вам совет если вы думаете там вообще о переезде куда-то не доверяйте людям даже мне не слушайте меня который говорит вот тепло открывайте данные температуру есть исторические данные собраны за десятилетия и смотрите какие реальные цифры были когда и со всеми осадками и так теперь подробнее о том откуда вещали я я нахожусь в городе так называемом виндзоре и возможно вам это название известно великобританский город виндзор также в канаде есть и лондон и оксфорд и кембридж все эти города тоже город которым я нахожусь в принципе считается немаленьким 220 230 тысяч населения и это было автомобильная столица канады и штатов потому что вот прямо через реку 15 минут детройт там завод форда краснером здесь также есть краснер и поэтому вот вся культура здесь базируется вокруг заводов есть также солевой завод завод риса очень много производств разных и поэтому вот этот эта местность так называемые так никого рядом нет чтобы не услышали это немножечко обидное слово 1 это люди которые работают на заводах пашут но перед тем как мы будем говорить о том что они там работяги бедняги сразу скажу что зарплату них достаточно хорошие там где-то 50 60 долларов в час если вы вот на таких каких-то низеньких должностях если вы более там или опасная должность или больше ответственности 80 100 долларов в час канадских долларов делаю акцент на канадский доллар потому что он в принципе все-таки меньше доллара сша сейчас курс такой получается да один канадский доллар это где-то 75 центов сша и доллар канадский подупал потому что во время пандемии правительство выплачивала всем кто сидел дома по 500 долларов в неделю в неделе то есть две тысячи долларов в месяц получить их было достаточно легко надо было просто зайти на сайт у сайта у правительства уже была вся информация на вас собрана вам ничего не забыла подавать доказывать нажимаете кнопку получаете деньги на ваш банковский счет вроде бы как замечательно но при этом конечно же подупала подупала экономика и я вот сегодня буквально читала статью о том что будут подниматься налоги вот какой сюрприз но говоря налогах они здесь в принципе достаточно я бы сказала грамотные лояльные есть стадии свои все рассчитано если вы получаете меньше 35 тысяч долларов в год вообще практически ничего не платите больше вы платите уже от того вот насколько больше здесь есть такой такое понятие как еще ваш собственный налог на ваши расходы и он составляет 15 процентов и многое можно списать особенно если вы работаете на себя в принципе эта система и в сша работает можно грамотно так составлять всю бухгалтерию чтобы платить как можно меньше но о налогах я так сильно рассказывать здесь не буду просто такая зарисовка и говоря зарплатах возможно зарплаты работников завода вас не очень впечатлили давайте поговорим о зарплате учителя допустим у меня есть знакомая она учитель физкультуры в обыкновенной образовательной школе она получает до налогов 70 тысяч долларов в год в принципе это считается неплохо не так чтобы прям вау-вау потому что она живет в Торонто и сейчас снимает за 2800 канадских долларов двухкомнатную квартирку в Торонто и это считается ей повезло да цены на недвижимость в Торонто просто огромные но при этом все равно у нее есть деньги на то чтобы жить в Торонто на свою машину на всякие заграничные путешествия и в принципе живет живет неплохо если же говорить о приобретении своего дома то здесь многое зависит и ответ на ваш вопрос почему я нахожусь там где я нахожусь во-первых я устал от мегаполисов это очень истощает добирание логистика это все время а время ценно но дело даже не только в этом дело в недвижимости в Торонто как я говорила только что за две тысячи долларов можно снять там неплохую однокомнатную такую чистенькую да и цены выше и выше здесь же где я нахожусь можно за тысячу долларов снять хорошую квартиру без проблем если мы говорим о покупке тогда конечно разница вообще существенная здесь дома прям такой основательный двухэтажный домик 150 200 квадратных метров можно купить за 300 350 400 тысяч долларов канадских а в Торонто за меньше чем миллиончик вы ничего не купите совершенно поэтому тут тоже играет роль где вы находитесь в какой местности ну и плюс здесь климат получше чем в Торонто как и говорила здесь меньше ветра ветров и температура на несколько градусов все-таки выше я сейчас гуляю в общественном месте где никого нет здесь получается у нас футбольные поля бейсбольные даймонд так называемые позади меня арена хоккея конечно же святое дело и впереди меня детская площадка я ее сейчас вам покажу здесь в принципе все конечно же обустроена очень продуманно мне этот момент нравится видно что муниципалитет убирает следит за общественными местами скажу по правде я поняла что не совсем сказала вам правду я нахожусь не в Виндзоре Виндзоре а рядом маленький городок наверное потому здесь так мало людей и или даже вообще никого нет потому что население 30 тысяч человек но Виндзор находится буквально там в 7 минутах езды и вот на этой площадке которую я вам сейчас показываю есть не только там всякие детские качели но есть и столы со скамейками есть очень милые столики со стульчиками и бесплатный хороший вай-фай публичный паблик вай-фай которым я порой здесь пользуюсь сижу работаю наслаждаясь солнцем и подстриженным газоном а здесь подстриженный газон это я даже не знаю это как знаете какая-то религия они здесь его стригут регулярно еженедельно чтобы все было идеально ну а я наслаждаюсь отпишитесь кстати как вот вам больше нравится жизнь в крупных городах где вроде как все бурлит все куда-то спешат или более вот в таких спокойных местностях потому что если мы говорим допустим о той же эмиграции более разумно в плане финансов и в плане вообще жизни жить в таких вот небольших городках здесь и преступности практически нет все очень безопасно благоустроено дешевле я честно вам скажу сравнивала Канарские острова где я была прошлой зимой позапрошлой зимой я была в Коста-Рике сравнивала цены на продукты и в супермаркетах здесь цены даже ниже чем в той же Коста-Рике или в Испании поэтому если вы находите себе работу за три тысячи долларов в месяц оплаты где-то здесь можно жить спокойно а с такими же деньгами в Торонто или в Ванкувере особенно в Ванкувере вы вряд ли вряд ли сможете жить и радоваться будет сложно я думала что же вам показать и решила поехать просто в мол небольшой показать какой он здесь вот канадский не так как мы представляем себе здание с несколькими этажами а более такой одноэтажной и так как я очень не люблю шоппинг вот заодно решила его разделить с вами мне надо купить джинсы я уже несколько лет никак себя не заставлю пойти в магазин и просто купить джинсы вот сейчас мы это и сделаем автобус это большая редкость они ходят раз в час и я их очень-очень редко вижу потому что да к сожалению в такой то что я называю настоящей Канаде общественный транспорт слабо-слабо развит на него полагаться вообще не стоит я смотрела по карте к примеру добираться там на машине 15 минут на автобусе 2 часа потому что с пересадкой с ожиданиями я никогда ни разу здесь не ездила на автобусе ну как видим в принципе он такой миленький я цены не знаю наверное где-то 2-2 с половиной доллара а возможно во время пандемии вообще бесплатно но мы будем настоящими канадцами а настоящие канадцы не ездят на автобусах только иммигранты если честно я вот моя машинка и поехали вы скажете подожди ну ты же иммигрант а я скажу а вот и нет я здесь нахожусь в туристическом виде я не эмигрирую по крайней мере пока почему потому что если я куда-то эмигрирую это значит что я начинаю в этой стране оседать платить налоги допускать корни совершать там какие-то покупки которые несут за собой ответственность ехала увидела канадскую природу во всем ее изобилии и просто не смогла проехать и не показать вам вы только посмотрите на эту парти я наслышана что канадские гуси очень агрессивны и не любят людей поэтому я близко подходить не буду они могут так шипеть и даже кусаться я слышала историю от нескольких людей поэтому просто посмотрим полюбуемся сдалека очень много их вообще но это конечно классно здесь даже лебеди есть вот так просто в реке плавают белые красивые лебеди я вот иду в парк и все время удивляюсь как так дикие но очень и так конечно белки и зайцы и олени идешь и олень природа конечно же здесь намного более богаче чем даже в той же Европе хотя если мы говорим снова таки о городах в том же Торонто кроме белок и возможно зайчиков и скунсов многое мы там и не увидим вернемся к вопросу визы я здесь как турист и туристическая виза выдается на 10 лет и при этом хотя там и есть такая формулировка 6 месяцев в году это не значит как в шенгене что вы можете находиться 3 месяца в шенген зоне и затем вы обязаны находиться 3 месяца за пределами шенгена здесь фишка в том что вы находите 6 месяцев затем допустим как я пересекаете границу с детроидом на денек а то и на пару часиков и все пересекаете границу снова в Канаду и начинается отсчет заново 5 минут и вот я уже на территории Мола дорога прошла быстро не успела вам ничего рассказать смотрите Канада относительно лояльная страна для эмиграции потому что полно земли просто полно и всего лишь 32 миллиона населения в общем ни о чем если вы эмигрируете не в такие крупные города как Торонто идете допустим севернее там Альберта или если вам интересно французская Канада намного проще эмигрировать намного проще найти работу разнорабочим если вам это интересно заработать может там за год за 2 определенные круглые суммы на севере очень хорошо оплачивают если здесь платят по 100 долларов в час на заводах то там по 200 поэтому спокойно можно за год где-то 150 тысяч долларов заработать канадских не забываем канадских долларов и затем приехать обратно вернуться это если мы говорим о трудовой эмиграции но есть разные программы я в свое время приезжала сюда не как эмигрант правда как студент у меня была виза study and work я изучала английский язык всемогущий и работала подрабатывала и это у меня была виза на полгода отдельно еще был work permit отдельно был study permit это как разрешение на работу сейчас от того у меня ничего нет то есть я не могу здесь работать но так как я работаю сама на себя и я работаю как фрилансер меня это устраивает если же вы хотите здесь работать тогда конечно трюк с туристической визой не пройдет надо отдельное разрешение а такое разрешение само по себе стоит по-моему 500-550 канадских долларов чтобы его получить во время вашей эмиграции когда подаете документы там application fee сбор за то что вы подаете где-то несколько сотен долларов там 400-500 и плюс отдельно этот permit тоже круглая сумма но вы так тысячу заплатили если вы работаете без агентства если напрямую и это вам может быть даже на года давайте уже пока просто походим посмотрим на расценки в магазинах потому что вся эта тема эмиграции ее надо знать а я ее знаю очень поверхностно на данном этапе так и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я голодная, ем. Цены, как видите, за вот такой где-то долларов 12, но здесь много еды. За такое, я хотела сказать, пол-мисочка. Спасибо, что досмотрели до конца, задаваясь вопросы и до скорого! Редактор субтитров А.Семкин